Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, Свинянтия. Народ, у нас закончилось лето, у нас похолодало. Да, конечно, сейчас все начнут утепляться, дети пошли в школу, взрослые дети пошли учиться. То есть, всё вот так, лето закончилось очень быстро. Я сама жду всегда вот этих тёплых деньков, но, к сожалению, лето в этом году было вот такое. Тёплые деньги были как по карточке, ну и вот весна, которую опять мы ждём всё после этой холодной зимы. Конечно, вот только надеждой о весне и о следующем, следующее лето. Ну и я направляюсь, конечно, в призму. Хочется поснимать, что вывесили на утепление осень 2023. Ну и, конечно, всегда снимаю примерки. Ну, посмотрим, что в этот раз в призме я, как говорится, найду. Ну и у входа сразу коллаборация. Да, всё мы прекрасно понимаем. Очень много в призме стало барахла, которое, ну, просто не то, что примерять, трогать не хочется. Ну, слава богу, что есть финская. И хороший пример. Мой тоже пупсик схватил вот такую кофточку Анфин Ленцови и говорит, о, вот это тоже какая милота. Да, здорово, что у них есть коллаборация финского. Ну и, конечно, вот такое каждый бы себе купил. Это у нас органический катон. Катон 100% пувилла написано здесь. И здесь у нас тоже самое. 90% катон и 10% вискозы. 24,95. Единственное, все говорили, что слоник хобот должен быть поднят быть кверху. Вроде как приносит удачу. Хобот вниз вроде как вот не очень. Ну, я к этому, как говорится, отношения не имею. Но, может быть, кто-то верит, может быть, кто-то нет. И здесь у нас 80% катона, 20% шерсти. Тоже коллаборация 69,95. Пуговицы к претензии есть, к пуговицам претензий нет. И здесь у нас от Финлянса целая река. Здесь у нас футболки, трикотаж, жилетки и так далее. Вот, будьте любезны, только примеряйте. Ну, и помните, призма всегда устраивает вот такие 15% скидки по карточке Эскорте. То есть, конечно, если вы такую карточку имеете и караулите, когда будут скидки, 15% тоже здорово. Вот здесь жилетка 60% катон, 20% полями, 20% шерсть, 44,95. Ну, и опять это их известный бренд Слоник. И вот этот худи, этот светорок, с которым примерял мой. Ну, да, очень миленький. Ему, конечно, такое не надо, но он тоже всегда прикладывает к себе, хочет засветиться у меня в видео. Ну, и много скидок. Да, лето кончилось быстро или лето кончилось вот так. Конечно, если вот такое надо, ну, почему не купить такие хорошие тапки? А здесь вообще пробковая подошва, то есть натуральная, если будете носить на голую ногу. Ну, это шик, блеск, красота. Ну, и носочки теперь все носят по разным парам. То есть, один может быть синий, второй может быть желтый. Это тренд сезона. Теперь, видите, мода вот такая, конечно. Конечно, если вы ступаете на правую ногу и правая нога протирается быстрее, правый носок выкидываем, а левый носок носим с какой-то другой парой. Теперь вот эта мода, это просто шик, блеск, красота, находка для мужчин, которые разбрасывают носки по всей квартире. Ну, и лето продается вот так. Так, здесь у нас все кепки минус 40, минус 50 процентов и в Финляндии запрещены подделки. То есть, все это продается, вот, как говорится, натурально. Ну, и где написано поисто? Это вот, дай Боже, что нам не гоже, последние штучки выгребли с прошлой зимы, с прошлой весны, с прошлого, как говорится, сезона. Вывешивают сейчас новое, ну, и много выгребли старого. Я, когда говорю, что так тяжело найти качественные вещи, это народ теперь и в призме, и в сети маркете только из-за того, что люди покупают очень осторожно, люди покупают очень аккуратно, поэтому много остается непроданного. И когда мне пишут, что, ой, да, вот, действительно, такие времена, ну, времена, они всегда были тяжелые, продать всегда было тяжело. А сейчас это тяжело еще, как говорится, сложилось вот так, что люди, многие остались безработными. Конечно, вот эти три года этого безумного насморка, конечно, сделали дело. Ну, и здесь у нас мумики. Народ, вы не поверите, мумики всегда продаются на ура. Вот как бы я ни приходила с какого-то села, села редко я увижу мумиков. Ну, и здесь у нас нансо. Да, тоже вот натуральный финский дизайн, который многие помнят со времен СССР. И я смотрю Леггингсы 39,95. Я купила Леггинсы в Outlet за 19 евро. То есть, конечно, да, всегда нужно прицениваться, скажем так, а что вы покупаете, это совсем другая история. И всегда вещи нужно выворачивать, хоть бы как бы кто показывал о красота среди бегущих. Нет, конечно, когда ты выворачиваешь вещь, ты сразу видишь, нужна она тебе или нет. Ну, и вот такое дайте мне даром, я скажу, мерси Богу, носите вы сами. Конечно, плейстер, галима и расцветка такая же. Вот и вы меня простите, 39,95. Ну, кто купит вот такую кофту? Мне кажется, эта кофта ужасная. Но, опять же, на вкус, на цвет товара еще нет. Может, сейчас кто-то сидит и говорит, Оль, ты что, всю жизнь мечтала о такой кофте? Ну, и сезон кемпоис, то вот после сезона кончается сезон, вот это все вывешивается вот сюда. И когда я показываю это тряпье и говорю, народ, ну, для кого оно закуплено? Вы мне скажите, кто, кто, какой слепой китаец вот этого всего нашил? И кто это в призму закупил? Кто это купит? Нет, конечно. Да, иногда диву даешься вот от этого тряпья, кому оно нужно. Ну, и это у нас финский дизайн. Я к клетке отношусь очень равнодушно. Да, имею вещи из клетки, но не такой вот вырви глаз. Это у нас Рейно и Айно, натуральная финская фирма, которая выпускает тапки в клетку. Многие помнят, ну, и теперь они стали выпускать вещи. И где написано УТА, это у нас новинки. Ну, честно скажу, вот эти брюки были в прошлом году, я их помню, конечно. УТА это тоже громко сказано. Ну, и вот этот светорок углом мне вообще напоминает 1975 год, какую-то колхозную библиотеку. Единственное, подплечики должны быть еще вот под этой кофте. Опять же, я всегда про библиотеку в переносном смысле слова. Если кто-то работает в библиотеке, не хочу никого обидеть. Ну, и есть в призме приличная. Вот, например, эти все, этот весь отдел, это просто шик, блеск, красота. Это у нас халти, натуральный финский дизайн. Здесь у нас все, и обувь, и шапочки, и перчатки, и верхняя одежда, если в лес, и рабочая одежда. Конечно, халти – это самая красота. Ну, и цена соответствующая, конечно, никакой не бюджетный шоппинг. Но, опять же, я всегда за качество. Нафиг не покупать говнелин. Нафиг купать говнелин. Лучше купить одну футболочку от халти, и муж всегда будет прилично одет. И не так, что накупить, как говорится, дешевых, а потом они быстро выходят из строя. Да, конечно, дешевые тоже есть и приличного качества. Сама купила в лагере 157 футболок по 3 евро. Катон 100% претензий, к катону нет. Всегда нужно смотреть, что вы покупаете. Ну, и на утепление, конечно, вот такое. И теперь даже теплые носки купить – большая проблема, потому что есть носки вот такие, есть носки для кто ловит рыбу, ходит в лес и так далее. И посмотрите, даже вот такие носки есть. Если вас кусают комары и пунки, то бишь клещи, вот эти носки вас защитят. Ну, и здесь у нас алпака, меринус. И всегда еще есть оценка на резинку. Ну, и здесь, где две собачки рвут носок, это у нас сидоштонсука. Это натуральное финское производство. Конечно, да, если финский флаг стоит, пусть даже носки будут дорогие. Все равно финны хотят купить свое. Да, на утепление вот целый один отдел. И вот это они всегда рекламируют. Ужи, Финлянсон, Арки. Что Мали, что Ньют, Призма. Будьте любезны, придите, купите. Расцветка напоминает Маримеку. Да, эти цветочки рулят всегда и всюду. И посмотрите, есть и зелененькие, и фиолетевенькие. Будьте, как говорится, любезны на любой вкус. Вот эту серию я бы пришла с удовольствием померить. Ну и скидки тоже есть. Я примеряю такой халат в цветочек. К сожалению, мне не подошел воротник. Ворот был не мой. Ну и вот эти кафтаны тоже примеряю. Они есть у меня в примерках. Мне безумно нравится. Был бы другого цвета. Может быть, я даже и приценилась бы. Ну и вот это тоже вывешивается. Все вот сюда со скидками. Будьте, как говорится, любезны. 8 евро вот эти носочки. Носочки. Ну, носки в Финляндии продаются очень хорошо. Это очень хороший бизнес, потому что дети в школах ходят в носках. У нас нет обуви в школе. Они снимают верхнюю обувь. Но в детском саду дети ходят в чешках. Я сниму шортик и сделаю, в каких чешках дети ходят в детском саду. Это тоже вот такая система. Ну и эти халаты. Это, конечно, никакой не халат. Это домашнее платье. Халатов в Финляндии практически нет. Только после сауны. Вот эти махровые халаты. В чем ходят люди после бани, после сауны. Ну и, конечно, все вот так с картинкой. Потому что ты должен иметь представление, если ты покупаешь это у нас пижама. С длинными или с короткими брюками. И как сделана резинка и так далее. Да, конечно. И лому, повила. То есть вот натуральный катон. Иногда призма меня приводит в такое унылое состояние. Вот так смотришь на эти вещи и думаешь, ну возьмите меня на работу. Я вам перевешу. Все будет красивенько висеть. И возьмите меня закупать сюда вещи. Но, к сожалению, человек, который делает закупки, он делает закупки для всех призм. Вот можете себе представить, сколько этих вещей заказывает. Поэтому иногда смотришь на это барахло и думаешь, ну слава богу, что есть вот финское приличное. А есть такое барахло, которое заказано, ну просто так, чтобы что-то висело на вешалках. Да, конечно, что-то красивое купить на осень 2023. Это большая проблема. Но, опять же, все покупаем с холодными мозгами. И, конечно, через примерочную ничего нельзя скупать, якобы что-то купить. Ну и когда мне пишут, Оля, вы посмотрите на итальянский стрит-стайл, какая мода там, я всем пишу большое спасибо. Но итальянский стрит-стайл от Финляндии очень далеко. В Италии люди зимой ходят в босоножках, у нас зимой минус 30. Поэтому, конечно, до итальянского стрит-стайла нам как до луны. Ну и финны в жизни не потратят деньги вот на такой, скажем так, дизайн. Они лучше купят свое и будут ходить в натуральном финском. И поверьте мне, они воспитаны вот так. Им это не нужно. Им не нужно никого удивлять. Или чтобы им восхищались. Или прийти на работу с какой-то дорогущей сумкой, чтобы все, кто работает, упали со стульев, что какую дорогую сумку ты, как говорится, год не ел, не пил. И теперь у тебя вот такая дорогая сумка. Ну и обувь соответствующая. Когда покупаешь обувь в Финляндии на осень, на зиму, конечно, не до стиля. Хочется купить такую, чтобы она была носимая, чтобы она была не скользкая, чтобы внутри была кожаная стелечка, чтобы ноги не потели. Потому что перепад температуры на улице может быть минус, а в помещении плюс. И когда ты входишь, конечно, в этой обуви должно быть еще комфортно, если ты едешь в автобусе в метро или ты заходишь в магазин. Всем удачных покупок. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь. Не хворайте. С вами была Оля из Тампыри, Свинляндия. Всем физкульт-привет. Спасибо, что смотрели.